Всё при нас, всё есть, здоровье полное, полное энтузиазма. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, полетел, случайно опрокинулся. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы, наконец-таки, снова продолжаем прекрасную, космическую, волшебную и безграничную Outer Wilds. Outer Wilds. Скажите по-английски, детишки, Outer Wilds. Outer Wilds. Молодцы, хорошо сказали. Мы давно с вами в неё не играли, немножко подзабыли, но я готов продолжить экспедицию. Прямо с вами, прямо здесь и сейчас. В прошлый раз мы с вами остановились на часе пепла и часе угля, вот на этой связке двух планет, которые напоминают песочные часы. Насколько мы помним, из одной планеты перетекает песок, точнее, пересыпается песок на другую. Это на что, ночь? Да, мы просыпаемся ночью. Мы должны в первую очередь пойти на ту планету, где ещё песка нету. Потому что там есть пещеры, в которые невозможно зайти пока, когда песок там. Так, давайте вспомним, как управление у нас, я что-то подзабыл уже его. Всё, я вспомнил, кажется. Это свет, это фонарик, хорошо. Кажется, всё вспомнили, мышечная память хорошо работает, полетели. Час пепла, час пепла, час пепла. Час угля ещё, да, есть? Час угля, час пепла. Вот, нам нужно на час угля. Ми-ми-ми-ми. Кстати, что я заметил? Каждый раз, когда мы просыпаемся в этой игре, мы видим вот этот взрыв. Так это же та самая пушка, она выстрела. Луна! Это квантовая луна. Будь ты проклятая. Как же до тебя попасть-то, а? Пока неизвестно, как на неё попасть, но давайте попробуем. Ещё разок, просто интересно. И хоп, и она, да, исчезла, всё. Окей, нам нужна эта планета. Садимся на неё. Что там сейчас произошло? Смотрите, песок пока ещё не сыпется. Не лагай, игра, не лагай. Давай перестань, перестань срочно это делать. Хорошо, это у нас телепортер, кстати говоря. Мы пойдём в самый низ. Давайте вот здесь где-нибудь приземлимся. Сойдёт. Всё при нас, всё есть. Здоровье полное, полный энтузиазма. Чё стало так темно внезапно? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, полетел. Случайно опрокинулся, опрокинулся. Чёртов выступ, будь ты проклят, выступ. Стоп, стоп, стоп. Не всё так плохо. Мы в какой-то яме. Кажется, всё именно так плохо. Чёрт, песок пошёл. Давай, взлетай, взлетай, пожалуйста. Давай, детка. Мы топливо всираем. Давай, ещё, ну ещё ускорься. Есть, наконец-то. Живы. Смотрим. Обнаружена тёмная материя призрачная. Тёмный город. Что это такое? Что это? Ага, лестница. Тёмный город. Мы пришли. Это он. Это тёмный город. Примечание, Рами. Эту дверь не следует открывать в течение некоторого времени. Мы с Таволгой проводим эксперимент на основании удивительных данных, полученных на станции Белая Дыра. Ааа, новые данные. В высокоэнергетической лаборатории теперь разрабатывается проект Час Пепла. Если вы хотите помочь или просто понаблюдать, зайдите в лабораторию со стороны Тёмного Города. Окей. Мы с Рами проводим эксперимент, чтобы выяснить, кто из нас, а именно Рами, не прав. В лабораторию сейчас можно попасть только со стороны Тёмного Города. Приносим извинения за неудобства. Песок может нарушить работу оборудования, а это приведёт к катастрофическим последствиям. Изучить их тоже было бы очень интересно, но открывать дверь всё же нельзя. Блин, я всё же хочу открыть эту дверь. Борт-журнал обновлён. А, это лаборатория. А где вход в Тёмный Город? Написано, что вот Тёмный Город. Вообще, у нас с вами было уже что-то напоминающее прогресс хоть какой-нибудь. Нет, мы просто тупо за пределы летим зачем-то. Осталось 50% топлива. Может быть, вот это проход в Тёмный Город? Пещера при месте крушения. То есть, вы думаете, я погибну, да? Оно повсюду здесь. То есть, у меня и здоровья очень мало. Но, может быть... Успеем? У-а-а! Жив! Нет, я сдох. Чёрт, хорошо, там не пройти. А что бортовой журнал нам подскажет новенького? Итак. Локатор квантовой луны. Блин, как много всего мы с вами обнаружили. И не смотрели ещё. Вот, допустим, локатор квантовой луны. Надо почитать. Устройство нам на мае создано для того, чтобы отслеживать местоположение квантовой луны. На мае предполагали, что в квантовой луне можно применить законы макроскопической квантовой техники. О, механики. Квантовая луна проходит через пять разных точек. Иногда квантовая луна исчезает. Вероятно, она перемещается в неведомое шестое местоположение. То есть мы могли бы её спугнуть, эту луну, да, и пойти в то место. На мае на пустотной сфере видели фантомную луну, которая иногда... Подожди, это мы всё видели, да. Шестое место. Какое-то есть шестое место. Окей. Высокоэнергетическая лаборатория. Отрицательное время, зафиксированное на станции Белая Дыра, стало предметом исследований в высокоэнергетической лаборатории на каньоне, на экваторе Час Угля. Проект Час Пепла зародился в высокоэнергетической лаборатории. Зданий с большими солнечными панелями на экваторе Час Угля. В высокоэнергетическую лабораторию можно попасть только если идти по тропе, которая начинается в тёмном городе. Да блин, понятно, а как попасть в этот тёмный город, висячий... Так, висячий город. Город на мае, который висит под северным ледником пустотной сферы. Он фактикально разделён на четыре района. Здесь ещё есть что исследовать. Хорошо. Одна из трёх капсул на мае, потерпевших крушение в нашей Солнечной системе. Все три капсулы были запущены с некоего звездолёта, который получил серьёзное повреждение. В одной из пещер лежит ископаемый удильщик, но туда может попасть только мой разведчик. И последнее, тёмный город. На мае, оказавшийся на части угля, решили укрыться в пещерах под обломками спасательной капсулы. В конце одного из тоннелей на мае нашли подходящее место для постоянного укрытия. В тёмном городе есть тропа, которая ведёт к высокоэнергетической лаборатории. Мне попался знак, указывающий дорогу к тёмному городу, но по ней нельзя пройти. Чтобы в то же самое место поприземлиться, желательно. Чтобы ещё чуть-чуть поисследовать. Вот, вот, вот это. Это новенькое место. Стоп, стоп, стоп. А, а, а. Давайте-ка здесь посмотрим, что это такое. Интересно. Это корабль на мае, это я помню. Просто, был ли я здесь, непонятно мне. Они очень похожи просто друг с другом, я вот не могу вспомнить. Воу. Стоп, да, 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 да. Мы были здесь. И нам желательно прямо сейчас быстрее начать ходить, пока песка не насыпало слишком много. И вот пока я не упал в расщелину насмерть. Вот, подлетели. Хорош, 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 хорош. Секундочку, тут чат. Айс. Дорога в убежище трудна, так что непременно следуйте инструкциям. Куда-то мы идём. Куда-то мы сейчас придём, друзья. Мы нашли в конце этого прохода огромную пещеру, которая отвечает всем нашим требованиям. Полагаю, в ней можно создать постоянное укрытие. Мне нравится пещера, которую нашла Амела. Может ли кто-то из вас оставить путеводные отметки для остальных? Здесь начинается путь к убежищу. Я оставил для вас указатели. Примечание. Следует поспешить, потому что тоннель заполняется песком. Постарайтесь не увязанности и помогайте друг другу. Блин, надо быстрее, надо быстрее. В конце этого прохода нам сюда надо идти. Мы пришли, получается, из убежища. Так вот, и вниз. Аккуратней. Туда мы не идём. Это мы прочитали. Дорога в убежище трудна. Следуйте инструкциям. Скорее пока песок. Чтобы достичь убежища, идите прямо до пескопада в яме, а затем поверните налево. Дальше следуйте до зала с каменными колоннами и заберитесь в проём над ними. Я забыл! Прямо до пескопада в яме, а затем поверните налево. Дальше следуйте до зала с каменными колоннами и заберитесь в проём. Песок поднимается, поэтому двигаться нужно хоть осторожно, но быстро. До пескопада. Повернуть налево. Ага, колонны. Вот оно. Первое открытие. Прямо находка так находка. Да ладно, не первое. Мы уже столько всего нашли. Просто мы пока не знаем, что с этим совсем делать. Блин. Разлом нужно переходить очень осторожно. Мост, который построили мы с Амелой, не слишком крепок. Пересеките его и найдите туннели, спрятанные за падающим песком. Он приведёт вас к убежищу. Кей-кей-кей-кей, аккуратненько. За песком? О, май гад. Дырка? Что это? Непонятно. Так, держать. Осталось пройти совсем немного, и вы достигнете убежища. Там можно отдохнуть быстрее, пока всё не засыпало песком. А, вон! Уже... А, нет! Тварь! Зажать дыру! Мы здесь! Есть! Быстрее, пока песок не... Борт-журнал обновлён. Мы здесь? Да ж, простите, что я прихожу. А-а-а! Хотел залатать побыстренько. А-а-а! Всё нормально. Тут самоубирающаяся система. На горе ископаемого удильщика. Оу-оу-ой-гоуд! Какое красивое убежище! И сюда можно упасть вниз, но туннель не работает. Лифт подъёмный который. Согласитесь, как-то здесь грустно и жутко одновременно в этих развалинах. Видите эти тела? Не понимаете, что же с ними случилось? Как давно они здесь жили? Как давно они пытались себя спасти И это, знаете, вообще Ещё стремнее только потому, что Мы-то понимаем, что нам грозит тоже Какая-то смерть, погибель Но мы не можем пока ничего придумать И, возможно, нас ждёт такая же участь Кислорода, блин, мало Всё, ребят, я подыхаю Опа, смотрите, кораблик Чужой кораблик, я его не видел Надо пошарить Или видел Уже не вспомнить В него вообще попасть нельзя, да, получается Он просто здесь есть, просто является собой И существует в этом месте Понятно Ну это прям наш корабль Окей, так, что же делать Куда же нам идти, давайте почитаем борт-журнал Мы же там новое что-то нашли Вот, тёмный город, мы в нём оказались Мы попали в него И от него же есть путь в лабораторию Город на мае, высеченный на стенах Так, здесь ещё есть что исследовать Этим мы с вами и займёмся сейчас Исследование тёмного города, вперёд Уууууу, смотрите, какое интересное место Евгений, как всегда, любит отвлекаться Давайте посмотрим, что там Возможно, там какая-нибудь тоже очень полезная вещь будет Сейчас нам ускориться Мы подобрались Что? Что был за звук? Обнаружен неопознанный сигнал Страшный, блин Сигнал, я не могу его слушать Ааа, неприятно Очень неприятно Опять звуковой сигнал обнаружен ты что это обнаружена частота квантовые флуктуации что мне с этим делать амела друзья если вы найдете каллеуса прошу сообщите мне он пропал во время наших исследований амела мы пришли из темного города чтобы помочь в поисках каллеуса расскажи подробнее вашей экспедиции большое спасибо шип мы с каллеусом изучали геологию пещер нам хотелось узнать больше о странствующем камне который был замечен в разных пещерах его здесь нету да амела где потерялся юный каллеус мы изучали пещеру высохшим ложе озеро на северном полюсе он исчез мгновенно и неожиданно я заинтересовалась образцом породы и упустила каллеуса из виду когда я повернулась его уже не было она на у него был ограниченный запас воздуха я очень переживаю за него предположение мы узнаем больше если обойдем северную озерную пещеру откуда пропал каллеус друзья ищите быстрее нельзя терять ни минуты ладно ах ты сволочь здесь и тебя нету мы на нем стоим и пока мы на нем стоим он все еще у нас а вот так пойдемте ниже ох мы сейчас будем все эти системы исследовать пещерные так я думаю а мы нашли и вот она то что нужно конечно мы не подзаправились это не очень хорошо надо воздух набрать пойти наберем воздух лучше курябы курябы ты где-то ладно сейчас пока покоцались немножко но это не страшно топливо есть все есть и так нам нужно вперед облететь эту эту пещерку вот здесь полететь вот хорошее место чтобы сесть переходим в режим посадки присели присели аккуратней и я снова в городе все мы пробрались сюда вновь мы можем все исследовать главное блин на кактус не напороться как же попасть вот в это здание может быть у нас есть возможность откуда-то сверху ладно нас сюда не пускают пока что это не наше место тогда голову вот на эту платформу подожди есть тут воздух следует ли построить солнечную станцию чтобы обеспечить энергией проект час пепла мне сложно поверить что кто-то вынес это на обсуждение создав солнечную станцию мы придадим все свои идеалы я с тобой не согласна мы стремимся постоянно развивать науку на мой взгляд это и есть наш главный идеал возможно ли получить столько энергии иным способом в теории да на практике нет потребуется не одно столетие чтобы найти тот способ несмотря на все сомнения нам придется построить солнечную станцию чтобы завершить проект час пепла если нас постигнет неудача что весьма и весьма вероятно мы уничтожим себя эту звездную систему и все живое в ней мне бы этого не хотелось нельзя рисковать целой звездной системой как бы не хотели знать больше нам не следует строить солнечную станцию так это получается из-за на мае солнце взорвется сейчас мы должны отринуть страх неудачи я верю что при должной осторожности солнечная станция будет работать я верю в то волгу спасибо лака вереск я тебя понимаю нужно удостовериться что строительство солнечной станции не приведет к разрушению иначе я выступлю против него и так что это такое район на горе удильщика ступенчатый район начало пути высокоэнергетическую лабораторию район светили щелком нам нужно вот это что это значит песок поднимается светиль святилище ока как же нас мало времени здесь и в самом низу получается лаборатория да ахренеть как здесь много всего даже не знаю даже не знаю куда первым делом пойти нам придется сюда еще раз потом все все засыпает мы тут а мы тут а мы не тут а хорошо давайте светилище ока призрачная да нет это можно встать встать и идти нет это не встать это взять и принять взять и отхватить здрасте сэр чё сидим кого ближе ждем кто тут вообще чё делает ладненько вперед где-то светилище ока вот оно да пожалуйста будет здесь это чья-то хата приватные апартаменты какие-то нет надо еще дальше идти весь город засыпает как обидно город засыпает мафия просыпается и что мы в итоге здесь куда мы пришли смотрим гравитационная пушка нам надо так быстро действовать чтобы попасть в высокочастотную лабораторию точнее энергетическую о блин так хорошо здесь пока что безопасно и здесь там кактусы туда вообще нельзя же там жизни нет гравитационная пушка она вся в песке уже нет хорошо пришлось убить саб стенку мне надо будет сейчас еще раз вернуться туда я пришел в город обратно сразу в ингрид энергетическую лабораторию вон она и нам бы поторопиться высоко энергетическая лаборатория давай ну вперед но покажи что что ты из себя представляешь и воздух нужен по нам нужно по поводу идти песок при неугомонный вот теперь он поднимается о как мы вот пахты свинья такая из-за песка не могу я не могу нет все правильно все про стоп но еще туда может а чёрт он поднимается я могу не успеть ой скорее да давай да детка нужно делать сейчас все мы проникли мы обратно вернулись вот дерьмо а пойдемте ступенчатой пещере туда походим а чё нам ловить в этой пещере я не знаю я тут ничего такого интересного пока не видно только там свет разве что пойдемте туда о май год о смотри что это такое что за дверь куда ведет а это дом ну что играем сегодня в древней рыбе я скормил ей новый фонарик надо зайти в ступенчатую пещеру оттуда будет виден вход в пещеру древней рыбы спасибо соланум везет тебе ты пролезаешь вход в на горе удильщика я тоже пролезаю это пока мы с тобой вырастим и высокими как наши мама и папа окей это дети переписывались хорошо нужно будет потом тоже найти как она сказа как ты сказал надо зайти в ступенчатую пещеру оттуда биле будет виден вход в пещеру древней рыбы был виден оттуда оказывается давайте вернемся да так мы мы в ступенчатой кажется да сейчас вот сейчас да и отсюда должен быть вход к рыбе которого уже мы наверное не увидим ладно мне такое предложение мы берем кактус и выпиливаемся я попаду сегодня в эту лабораторию вот прям сегодня я должен это сделать о смотрите а это что такое террикон это какая-то фигня стоп нет погодите я такое не встречал до этого а нет я был на терриконе стоп я же был там все выключись мразь выключись в жопу корабль не буду его чинить вообще не нужен сейчас где капсула вон она это так просто разгоняется внезапно и я еще и забываю что мне включены все пилот включен надо как-то его более заметным делать не знаю стой устраивать дискотеку здесь я пошел то взорвался у сказал ах ты пошел тогда пошел ты я сваливаю и зарвался мой корабль прекрасно один удар и я сдох клёво только так идти в опасную экспедицию только в таком состоянии прекрасно просто великолепно мне нравится открывай дверь мать твою ты так включил включил вниз осторожней 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 отец четенько смотри вон туда туда ну как туда я хрен его знает то ли ждать пока песок поднимется и просто пройти другого варианта я не вижу честно иначе прямо четко упаду на эти кактусы мне не хотелось бы этого ладно ждем тогда рожу строго вперед держим чтобы не потеряться как прошлый раз кажется можно вставать а песок а прям в рот ахахаха глупый кактус проваливай под песок не знаю можно ли идти уже сейчас чуть-чуть еще есть быстрее все плохо куда ты ведешь мама 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 фу фу быстрее слушайте они прям очень заморочились да испортить мне все очень хотят нет ну как так буду погребен в песках куда идти правильно иду правильно иду я смог я смог правильно пойти хорошо продолжаем здесь работает а не в ту сторону чё ты меня хочешь теперь были мы явно в супер секретном месте мы можем здесь не тратить топлива давайте экономить лучше наверх наверх пожалуйста пусть это будет лаборатория но прошу обнаружено деревья но нет это но это но всякие штучки убрать чего гипер ядро убрать поставили убрать поставили дыры черные я не знаю не знаю и здесь а мы можем соединить две точки и провести телепортацию да может мой мы можем ладно быстренько надо быстрее здесь тут нас очень мало времени осталось сейчас все засыпет смотрите что у нас тут судя по данным на мае прибыли к гиперприемнику на пустотной сфере незадолго до отправления на станции белая дыра мы с вами проводим эксперимент чтобы выяснить возможно ли это не исключено что данные ошибочно видите на мая этажа не на мая нет в теории мы хотим зафиксировать негативный промежуток времени между вхождением объекта в черную дыру и выходом из белой дыры описание эксперимента мы соединим небольшое ядро черной дыры с небольшим ядром белой дыры чтобы воспроизвести условия в которых находится станция белая дыра стоп они небольшое ядро черной дыры с небольшим ядром белой дыры совмесят вместе предположение объект может выйти из белой дыры раньше чем войдет в черную о ты что направить энергию понятно погодите это же важный камень свиток читать новые данные наш эксперимент подтвердил возможность аномалии во время прибыть во времени прибытия отправления однако то волга по прежнему считает что это техническая ошибка следует усилить эффект чтобы его можно было наблюдать невооруженным взглядом глазом с этой целью мы решили подать больше энергии полагаю запасов темного города будет достаточно примечание для раме мили просит предупредить его перед тем как перенаправлять энергию вся энергия которая располагает город задействована в нашем эксперименте мы с раме приведем еще один тест предположение подтвердилось предположение подтвердилось я увидела и та волга увидела предположение подтвердилась невероятно это все меняет теоретические изыскания неожиданно приняли а принесли практическую пользу принесли они практическую пользу писать может быть и мне может быть и мне небольшая дура дыра черная небольшая дыра белая все это большая хорошо возьмем совместить одну совместить другую ау нифига как круто ну как бы мы совместили что дальше попробуем а погоди вы видите разведчик раньше летит вылетает из белой дыры да но и и что но фотка всего одна мне присылается и еще дальше мы не прочитали не рискнуть оставлять его во тьме неведения пойдемте выше еще один южная обсерватория спрашивает получится ли создать 22 минутный интервал то есть передать предмет через гипер пространство так чтобы он прибыл на 22 минуты раньше чем отправился мы выяснили что увеличить негативный интервал можно между отправлениями и прибытием если подать больше энергии в гипер ядро проблема в том что необходимо количество энергии увеличивается геометрической прогрессии предположение 22 минутный интервал возможен но в настоящее время у нас нет способа сгенерировать для этого энергию мы с вами считаем что потенциально можно изобрести новый способ производства энергии из интересная но невероятно сложная задача кроме того для управления этой энергией нужны технологии совершенно иного уровня также нам нужно где-то разместить и энергию и гиперпространственное оборудование для этого подходит только час пепла говоришь потенциальную энергию можно вырабатывать иначе я сейчас лопну от смеха это был ненамеренный каламбур поэтому не спеши лопаться ради проекта час пепла нам всем пришлось закрыться а зарыться в работу в прямом и переносом смысле чтобы воплотить его в жизнь мы должны придумать способ быстрого перим быстро перемещаться между часом пепла и другими местами важными для проекта представьте если бы были такие реально телепортеры где тебе нужно ты опоздал для чего ты отправляешь себя до 22 минуты раньше и ты приходишь успевший а и пока ты там еще в другом точке еще пока сюда даже не отправил понимаете то что 22 минуты еще не прошло офигеть может создадим гипербашни аналогичной той что стоит на станции белой дыра и напрямую свяжем час пепла со всеми местами примечания башни на часе пепла будут вести на разные планеты спасибо всем кто заметил неточность в моей фразе конечно же солнце не планета надеюсь я сумел внести ясность пожалуйста перестаньте напоминать об этом мы можем придать каждой башне внешний вид того места куда она перемещает так так башня пучины гиганта может быть выполнена в форме смерчем башни каменька можно придать вид гейзерной горы и хорошо мы с лакой и ростком можем прямо сейчас приступить к работе в кузнице черная дыра это не даст нам заскучать борт-журнал обновлен смотри вот перемещает куда нас получается мы только что обесточили весь город и направили все вот в это устройство а здесь мы можем а здесь мы проходим вот это самое место кузница черная дыра который называется да а где она находится и к сожалению нас корабля нет чтобы посмотреть теперь нам нужно найти где-то кузницу а мы не знаем что делать мы не можем найти ее потому что я не знаю где она и мы не можем даже почитать больше борт-журнал потому что у нас нет корабля надо бы себя грохнуть такая у меня мысль есть давайте грохнемся об кактус все хорошо давай журнал вещай квантовые пещеры и вот значит чертежи а сейчас кончку смотрите проект час пепла мы все ближе к нему на мае хотели создать на часе пепла систем который бы позволил увеличить отрицательный интервал до 22 минут на мае успешно воссоздали временную она временную аномалию зафиксирована на станции белой дыра когда объекты выходили из гипер прыжка раньше чем в него входили на мае выяснили что можно увеличить три отрицательный временной интервал при перемещении если подать больше энергии к гипер ядрам на мае хотели узнать можно ли увеличить интервал до 22 минут они пришли к выводу что для этого нужно найти новый способ получения энергии создать высокотехнологичное гипер ядро которое выдержит высокое напряжение разрабатывать проект решили на часе пепла чертежи всех башен на экваторе часа пепла каждая башня ведет на свою планету хотя многие на мае сразу отметили что солнце не планета внешний вид каждой башни отражает особенности места где расположен ее приемник башни позволяли на мае быстро перемещаться между часом пепла и другими важными для проекта местами следующая наша будет станция это час пепла в следующей серии мы пойдем туда и будем исследовать его как там есть эти башни я же помню их и возможно через них мы будем перемещаться быстрее какие еще открытия совершим а нам еще надо будет кудельщик обязательно ходить но какие еще открытие мы свершим узнаем следующей серии этой прекрасной игре огромное всем спасибо что смотрели если понравилось то обязательно шлепните тысячи миллиардов лайков на самом деле на самом деле вы мало лайков стали ставить что-то это чисто вот это как зайти на концерт любимой группы и не хлопать таки так нельзя делать да ладно я шучу ставьте лайки если хотите ставить это просто маленький приятный бонус для меня и все в общем подписывайтесь на канал не забудьте про колокольчик чтобы не пропускать новые видосы увидимся очень скоро с вами был юджин и всем пять